Привет, друзья! Мы снова находимся в Биондерариум центре и сегодня у меня достаточно знаковый день, знаковое событие. Мне наконец-то разрешат покормить баранов. Вот та вот огромная ящерка, которая вот там сидит. Это у нас такой вид, Иван Павлович? Это у нас Варан Куминга. Это обитатель Филиппинских островов, названный в честь английского естествоиспытателя Юля Куминга. Это наш малыш, ему полтора года, родился у нас здесь в Бионе. Сегодня кормовой день. Алексей попробует его покормить без аварийного. Сейчас Иван Павлович проведет мне небольшой ликбез о том, как правильно кормить варанов мышами. Вот, чтобы я в конце ролика остался с двумя руками. Вот, и травматизм в этом видео был сведен к нулю, иначе мы его просто не выложим. Вот. Что мне делать, Иван Павлович? Вараны вообще это, скажем так, активные хищники. Питаются они, собственно говоря, нормальным кормом, то бишь мыши-крысы, то чем мы кормим. Вот, ну, еще добавляем в рацион там, скажем, яйца и рыбу иногда. Сегодня мы будем кормить мышами. То есть, свежеразмороженная мышка. Вот, вот, достаточно длинный пинцет. Какая задача? Вот берем, берется мышка, вот и дается варану. Но дается так, чтобы, собственно говоря, пищевой объект находился всегда между вараном, то бишь хищником, вот, и рукой. Ни сбоку, ни снизу, ни сверху, потому что он хоть и спокойный, но увидел, почуяв пищу, вот, может перепутать, скажем, свою еду там с вашей рукой. Вот, это так называемые пищевые укусы. Вот, это не укус агрессии, при защите ничего. Ну, просто, чтобы обезопасить себя. Ну, вот. Отлично. Все. Спасибо. Вам это. Это было сильно. Ну, вот, он еще по-прежнему думает, что он охотится. Вот, поэтому даем несколько, скажем, не крупных. Ну, потому что такие ребята, они склонны к ожирению, поэтому их надо ограничивать в еде. То есть животное должно быть всегда немножко впроголодь. Иван Палыч, ну, я думаю, что наш зверь наконец-то наелся. Сколько? Четыре мышонка? Да. Четыре небольших крыски он съел, как бы, на сегодня с него хватит. Хорошо. Сейчас, друзья, мы отправимся к другим баранам, которые мы содержим в Бион Торариум Центре, и Иван Палыч расскажет нам чуть больше о кормлении этих огромных, как показала практика, довольно сильных, но и при этом очень опасных и красивых ящериц. Пойдемте. Вот еще один видов водных варанов. Это варан Камайни. Вот тоже малышек еще. Примерно ему годик, чуть-чуть больше. Самочка. Ну, если Куминги это самый маленький из варанов в так называемом сальватор комплексе, то Камайни вырастают достаточно большими, до двух с половиной метров, что он застеснялся. И остается он вот такой вот угольно-черный на протяжении всей своей жизни. Ну, естественно, против шерсти глотать неудобно, поэтому он перехватывает и ищет голову. Вот и, естественно, потом, начиная с головы, проглотит. Вот, собственно говоря, что сейчас и происходит. В нашем рационе для варанов присутствуют перепелиные куриные яйца, вареные, мыши, крысы и куриные шеи. В совсем маленьком возрасте мы даем еще в обязательном порядке насекомых. Это либо крупные сверчки, либо потом уже крупная саранча. Вот иногда даже варанам вот такого вот размера даем саранчу для разнообразия. Также в их рацион входит рыба. Вот ни в коем случае нельзя кормить животных сразу всем набором одновременно. Вот мы один раз кормим грызунами, вот второй раз кормим куриными или перепелиными яйцами. То есть каждое кормление состоит из одного блюда. Куриные шеи, именно куриные шеи мы даем, так как они содержат, скажем так, больше всего костей хрящей, неострых. И для разнообразия рационов, в принципе, очень даже неплохой выбор корма. Яйца обычно делаю вот так вот, чтобы они были мягкие. Это перепелиные яйца вареные. Скажем так, чтобы варану было легче глотать, ну и соответственно они так легче перевариваться будут. Вот слегка вот помяли, не надо их чистить. Скорлупа это есть кальций, вот который... Дальше вот, почти как китайские палочки используем. Открываем, не даем ребенку кушать. Кульон. Кульон. Здесь у нас сидит такой вот красавец Варан Макрая. Вот он, синий варан. Вот это же древесная ящерица, которая проводит много времени, скажем так, на деревьях. Вот поэтому такое обелие якоря. Он, скажем так, один раз в неделю тоже получает свою мышку. Но в основном мы его кормим крупными насекомыми. Такими как саранча, крупный сверчок. Естественно, это все с добавлением витаминов, витаминокальциевых добавок. Дорогие друзья, вкратце мы попытались показать вам и объяснить, как мы и чем кормим наших варанов. От, скажем так, мелких видов до достаточно крупных. Вот упомянули о важности разнообразия рациона. Так что, надеюсь, полезную информацию вы какую-то подчеркнули. Мир дептилий разнообразен многогранен, поэтому постараемся знакомить вас с новыми видами в нашей коллекции. И, собственно говоря, пояснять, как их лучше и проще содержать. Я думаю, и разводить тоже. Друзья, мы очень рады, что вы находитесь с нами, что вы нас поддерживаете. Мы будем очень рады делать для вас гораздо больше качественного и интересного для вас видеоконтента. Для того, чтобы первыми узнавать обо всех новостях, обо всех новшествах и нововведениях, которые происходят в Beyond Terrarium Center, пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на нашу Facebook-страничку, а также регулярно посещайте наш сайт. До новых встреч! Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok